На референдуме по Конституции избиратели впервые проголосуют с ID-картами и биометрическими паспортами. Глава ЦИК отметил, никаких сложностей возникнуть не должно. Участковая комиссия будет работать в тесном контакте с системой паспортно-визовой службы. Досрочное голосование пройдет с 22 по 26 февраля. Сам референдум состоится 27 числа. На границе Беларуси и ЕС снова растут длинные очереди из грузовиков. В пунктах пропуска стоят свыше 5000 фур. Самым загруженным стало литовское направление. Подобная картина уже фиксировалась в конце прошлого года. Тогда водители-дальнобойщики вынуждены были проводить на границах по 6-7 дней. Начиная с 2022-го ежегодно ветераны Великой Отечественной и лица, пострадавшие от последствий войны, будут получать материальную помощь. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено около 11 миллионов рублей. Поддержку окажут 12 тысячам человек. Выплата завершится к 5 мая. Напомним, в стране 2022 объявлен годом исторической памяти. В Беларуси на понедельник объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. На большей части территории страны пройдут продолжительные осадки из мокрого снега или дождя. Ветер ожидается южный с переходом на западный. Умеренный, местами порывистый. Температура от минус трех до плюс четырех. В такую погоду ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными. В Бавруйске 9 февраля с 12 до 13 часов главный государственный санитарный врач Могилевской области примет граждан по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и профилактики COVID-19. Встреча пройдет по адресу Минская, 100, второй этаж, кабинет главврача. Предварительная запись по телефону 71 60 59. Санитарно-эпидемиологический законодательства и профилактики COVID-19. Встреча с